Из контакта переходим в инстаграм, причем не простой, а полицейский. В московском ГУВД решили контролировать сотрудников при помощи снимков. Теперь фотографы могут прийти в кабинет или подойти на улицы к любому стражу порядка, затем по кадрам проверить, как полицейский работает и выглядит. Инициативу обсудим с главой Московского профсоюза полиции, с нами Михаил Пашкин. Господин Пашкин, приветствуем вас. Скажите, а это не следствие последних, скажем так, местами драматичных историй, когда некоторые девушки, например, которые служили в органах, выкладывали интимные фотографии в социальных сетях. Это все сделано для того, чтобы больше подобных инцидентов не случалось. Ну, если на улице сотрудника полиции, инспекция или комендантский патруль фотографирует, как он нанесет службу, это я понимаю нормально. Но если такие вещи происходят, допустим, в кабинете, когда сотрудник, может быть, переодевается или еще что-то делает, ну, там, готовить себе покушать, потому что больше негде поесть, и там его сфотографируют за этим занятием, то, получается, его могут наказать за эти вещи. То есть каждый стимок могут обернуть против сотрудника полиции, если он даже ничего не нарушал? В принципе, да. Даже если, вот, например, он курит, стоя в разрешенном месте, и его инспекция тоже сфотографирует, и могут какие-то ему выдвинуть претензии. Понимаете, ситуация складывается такая, что сейчас у всех сотрудников полиции хотят сделать зависимых людей, рабов. А для этого на них нужно как можно больше навешивать всяческих взысканий за все, что угодно. У нас были случаи, когда вот собака на лапу сотруднику наступила к кинологической службе, там оставила след, ему за это выговор объявили, за то, что на ботинке след, и он не успел его стереть. Даже судья, когда снимала эту выговор, сказала, что у вас за, не буду говорить слово, нехорошее она сказала, работает в полиции. Сейчас этот человек, который объявил взыскание, начальник управления на Петровке. Вот вам, пожалуйста. То есть такие люди, они растут. То есть получается так, что чем жёстче относятся к простым подчинённым, тем быстрее они поднимаются по карьерной лестнице, и тем более, возможно, в будущем может появиться каких-то, ну, назовём их так, может быть, условно бредовых инициатив, которые, наоборот, не помогают работе, а мешают ей. Согласен. Я с вами полностью согласен. Есть очень хорошая поговорка, что кое-что плавает и высоко плавает. Поэтому это вот во многом относится и к системе МВД в том числе. Сотрудника нужно защищать. И проверяющий, вот если он нашёл какой-то недостаток, он должен не наказать сотрудника, не делать, чтобы его наказали, а исправить. Это даже в уставе патрульно-постовой службы написано, что нужно в первую очередь исправить это нарушение, найти причины и условия. Вот этого никто не делает. Я на эту тему неоднократно с Анатолием Ивановичем Якуниным даже говорил. Он говорил, да, да, всё нормально. Это глава московской полиции, нужно уточнить. Да. И с фонарцом Андреем Владимировичем, который вот инспекцией заведует, комендарскими патрулями. Ну, почему пишут сотни, там, десятки нарушений, через месяц те же самые нарушения. Сотрудников наказывают, сегодня одних, завтра других. А всё остаётся на прежнем месте. Система не меняется, это, конечно, печально. Спасибо огромное. С нами был глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин. Мы говорили о создании инстаграма «Полиция для контроля за правоохранителями». Ну, от разговора мы поняли, что, скорее всего, от этой задумки будет больше вреда, чем пользы. Ну, посмотрим, поживём, увидим. «Полиция для контроля за правоохранителями». «Полиция для контроля за правоохранителями».